МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия дневной выпуск информационной программы Республика в студии Юлия Важенина. Президент России Владимир Путин утвердил новый состав консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации. В него включены 20 руководителей субъектов страны. Отметим, что в составе комиссии всего два региональных лидера из Приволжского федерального округа. Представлять по Волжью будут глава Чувашия Михаил Игнатьев и президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Образование детей было и остается одним из приоритетов правительства Чувашской Республики. Очередное заседание Кабинета Министров началось с обсуждения вопроса образования. В школах Чувашии в этом учебном году за парты сели почти 14 тысяч первоклассников. Ежегодно количество школьников будет возрастать примерно на 5 тысяч. В 2016 году на реализацию образовательной программы и строительство новых школ в регионах будет направлено 50 миллиардов рублей. Всего же проект в масштабах всей России рассчитан на 10 лет и потребует 3 триллиона рублей. Об этом шла речь на селекторном совещании, которое премьер российского правительства Дмитрий Медведев провел с руководителями субъектов. Михаил Игнатьев отметил, из-за нехватки помещений в некоторых школах дети учатся в две смены, а 6 зданий учебных заведений обветшали. Новые школы должны отвечать всем современным требованиям. Вступить в программу Чувашия может в ближайшее время. С учетом наличия проекта на смене документации мы можем по городу Ксюбоксару участвовать в этой программе. Начинать строить общеобразовательную школу в 2016 году. Город сам с общественностью, конечно, должен определиться. И ввести мы реально сможем в 2017 году. Приобретение оборудования для быстро возводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия, еще одна настоятельная потребность. Например, ФОК на Эгерском бульваре готов уже на 70%. Его строительство должно завершиться до конца года. В соответствии с соглашением республике предоставлена субсидия в размере 24 млн 221 тыс. рублей на приобретение оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса по бульвару Эгерский города Чебоксары. 10 млн 990 тыс. рублей предлагается предоставить бюджету города Чебоксары на приобретение оборудования для бассейна. Оборудование будет приобретаться в рамках муниципального контракта. На 13 млн 231 тыс. рублей заключен контракт на приобретение оборудования для спортивного зала по результатам совместных торгов. Реализация проекта не потребует выделения дополнительных финансовых средств. Что касается размера платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в детских садах, то Минобразование Чеваши проводит ежемесячный мониторинг. Сейчас расчет стоимости питания произведен на основе рекомендуемых суточных наборов продуктов. С учетом того, что их закупка проходит по предложенным Минэкономразвитии ценам, максимальный размер родительской платы предлагается установить одинаковые для всех муниципальных образований. В зависимости от режима работы организации. Один день пребывания ребенка в садике выглядит так. Размер родительской платы сегодня в большей степени зависит от стоимости питания. И на основе санитарных норм и правил, с учетом сложивших цен и рекомендованных цен Минэкономразвития, подсчитана стоимость питания. Она сегодня при 19-часовом режиме работы составляет 109 рублей. Также часть расходов – это хозяйственно-бытовые расходы, санитарно-гигиенические расходы. Они составляют сегодня 7,8 – около 8 рублей. На заседании обсудили и вопросы, касающиеся проведения в Чувашии годы человека труда. В Москве сегодня форум секретарей местных отделений «Единой России». В нем принимают участие представительные делегации из Чувашии. Глава Чебоксары и секретарь городского полицовета партии Леонид Черкесов рассказал, какие вопросы обсуждают на форуме. Секционная работа была посвящена, где мы, все Чувашские делегации, участвовали в этой работе в разных секциях. Это предварительное внутрипартийное голосование, которое проходит по всей России. Един день голосования. Определен един день голосования – это 22 мая. Цель этого внутрипартийного голосования – определить лучших кандидатов от «Единой России». При результате предварительного голосования должны определиться кандидаты от партии, которые будут участвовать в выборах. В Чебоксарах начался ремонт систем газоснабжения в многоквартирных домах. Таких работ в городе не проводили на протяжении многих лет. На замену газовых сетей уже выделено более 20 миллионов рублей. Какой объем работ необходимо провести и с какими проблемами сталкиваются подрядчики, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Срок службы газовых сетей во многих домах советской постройки истек 5, а то и 10 лет назад. В трубах часто случаются утечки. Обследование показало, в срочной замене нуждаются газовые стояки в более чем 70 домах. «На сегодняшний день в работе у нас задействовано 28 многоквартирных домов. В треть из них уже подали газ. Но, конечно же, основная доля 21-22 дома – это по городу Чебоксары. Опыт уже показывает подрядные организации, демонтируя трубопроводы. Видим на муфтовых соединениях действительно трубопроводы изношены». «В этом доме по проспекту Ленина» «Это по городу Чебоксары. Подрядные организации демонтируя трубопроводы. Опыт уже показывает. Видим на муфтовых соединениях действительно трубопроводы изношены». «Это по городу Чебоксары». «В этом доме по проспекту Ленина» Подрядные организации. Опыты уже показаны, взношены на трубопроводы. Завершить ремонт во всех домах, которые попали в программу, планируют до конца этого года. Правда, не всегда специалистам удается уложиться в срок. Некоторые жильцы отказываются пускать рабочих к себе в квартиру. У кого-то выполнен капитальный евроремонт помещения, у кого-то дорогая кухонная мебель. В связи с этим администрацией района совместно с управляющими компаниями и подрядными организациями организована плотная работа собственникам помещений о разъяснении необходимости допускать работников подрядной организации для выполнения работ. Специалисты говорят, эксплуатация изношенных сетей грозит большими проблемами. Заменить старые газовые трубы необходимо до наступления морозов. Медрик Ковалев, Александр Петров, Республика. Русская пословица гласит, обещание выполнением ценится. Депутаты Чебоксарского городского собрания приступили к выполнению предвыборных обещаний. По многочисленным просьбам жителей улица Энгельса и Чапаева связал тротуар. Улица Энгельса и Чапаева разделяет овраг, по обе стороны которого стоят жилые дома, школы, магазины. Каждый раз жителям приходилось делать выборы. Типа грязи и сугробом 60 метров или в обход. По асфальтовым тротуарам это уже 250 метров. Каждый день ходили по оврагу. В дождь особенно было очень трудно ходить. Приходилось ходить по всяким деревяшкам, которые добрые люди ложили. Пока одни добрые люди клали доски, группа инициативных жителей действовала. Летом мы с Валерием Николаевичем Филимоновым, депутатом Государственного совета Тюбажской республики, обходили микрорайон, встречались во дворах с жителями. И вот один из важнейших вопросов был. Люди прямо умоляли помочь нам хотя бы временный какой-то сделать настил. И мы даже думали в первое время, пока до капитального строительства дело не дошло, обустроить дощатый тротуарчик. Но учитывая, что пожеланий были от большого количества, мы обратились в администрацию районную, городскую. И вот это вот пример дружной работы администрации города и района, депутатского корпуса. Сейчас осталось только положить асфальт. Строители обещают к концу недели все будет готово. Депутаты Чебоксарского городского собрания, конечно, не джины. Исполнить по три желания каждого избирателя не смогут, но такое коллективное обращение сработало. Раньше ходили вообще, очень было плохо. Дороги-то не было, катались только так. Благоустройства не было никакого. А теперь мы очень рады, что вот эту дорогу нам сделали. Я просто бабушка. Приезжаю каждый раз к своим любимым внукам. Вот живу здесь. И 8 лет я проходила здесь по тропиночке. Очень было сложно, трудно. Особенно грязные. Времена года у нас разные. А сейчас вот прямо душа радуется. За тротуар жители депутатов поблагодарили и тут же озвучили список новых заданий. Где-то фонари не горят. В одном из киосков фанфурики продают. Без дела народному избраннику в шестом созыве сидеть не придется. В Чебоксарах прошел республиканский фестиваль «Хунаф», посвященный народному творчеству. Юные воспитанники дошкольных учреждений «Чуваши» показали свои таланты. Чем малыши удивили жюри, узнаем далее. Для маленьких актеров это один из первых выходов на большую сцену. Как, впрочем, и для большинства участников фестиваля. Малыши собрались со всех концов республики. 20 районов, 200 конкурсантов. Каждый выступает в своем жанре. Юля Патякова из Батаревского района разучила песню на родном языке. Я очень люблю петь, особенно на чувашском языке. Потому что я люблю этот язык. Кроме театрального и вокального, ребята проявили себя в изобразительном искусстве и в поэзии. Всего четыре направления. Конкурсы дошколята готовились около месяца. В этом им активно помогали и родители, и воспитатели. Участвовать в двух номинациях – песня и сказка «Чувашская народная». Очень рады, что смогли присутствовать на этом конкурсе. Потому что мы надеемся, что наши дети будут любить нашу Чувашскую республику. Будут знать ее традиции. И будут любить песни, стихи. Фестивали, посвященные народным традициям и ремеслам, проводятся постоянно. Но в них участвуют в основном школьники и студенты. Для малышей такой конкурс организован впервые. Цели этого конкурса, фестиваля, широкие, многогранные. Во-первых, мы видим результаты кропотливого труда воспитателей, старших воспитателей, заведующих дошкольных образовательных учреждений над проблемой формирования нравственных позиций детей через культуру Чувашского народа. Мы надеемся, что этот конкурс позволит с младенческих лет, с самых младших групп дошкольных образовательных учреждений прививить детям любовь и к родной речи. Фестиваль «Хунаф» планируют сделать традиционным. Организаторы надеются, в будущем году творческих ростков на Чувашской почве станет больше. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Игорь Зверев, Республика. Будущему поколению будет намного проще изучать историю. Интернет, архивы, личные записи, фильмы и фотографии. С таким количеством материала воссоздать события несложно. А вот современным археологам и историкам приходится собирать информацию буквально по крупицам. Наши корреспонденты побывали на выставке сокровища финно-угров и узнали, что же удалось найти за последние десятилетия. Кто жил на земле тысячи десятки тысяч лет назад? Как формировались этносы, языки, традиции и обычаи? В голове историков и археологов эти вопросы крутятся постоянно. Ответы на них, как бы странно это ни звучало, находятся в могилах. Порой только раскопки могильных комплексов могут заполнить пробелы в истории. Например, археологи, изучающие Сандемиркинский могильник, обнаружили небольшое поселение, которое занималось добычей болотной руды еще в эпоху раннего Железного века. Есть несколько уникальных погребений, в том числе по сохранности материала. Вот здесь представлена реконструкция женского головного убора, поскольку там сохранился череп, куски ткани, причем разных цветов удалось даже цвет установить, и даже прическу этой женщины и расположение украшений на ней. А другое уникальное погребение – погребение литейщицы. То есть женщина занималась литьем, отливкой женских украшений. В нашей республике самые первые раскопки финно-угорских могильников были в 1926 году, на месте древнего поселения примерно 4-7 века. Подобных комплексов на территории Чувашии немного, поэтому все экспонаты выставки необычны. Фрагменты костюма, наконечники орудий, даже система расположения захоронений, их глубина и размер – все это воссоздает картину жизни наших предков. Но порой бывает важнее факт находки, а не сам предмет. Собственно, то, что мы раскапываем иногда бывает тоже мусором. Тем не менее, не важно, что они идут, наверное, важно, как это они интерпретируют. Возможно, археология, как и исследовательская наука, будет актуальной через несколько сотен, а то и тысяч лет. И ученые будут также ломать голову над находками – смартфоном, пакетиком из-под чипсов и рваными джинсами. Екатерина Куприна, Олег Якимов, Республика. Таковы новости к этому часу. Полная информационная картина дня в вечернем выпуске. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Субтитры создавал DimaTorzok